всем привет всем здрасьте дорогие друзья с вами кисели в этом видео будем с вами разговаривать и разбираться в том как правильно работает у нас теплоотдача до пучковые лазеры на них можно поставить теплоотдачу насколько вы знаете это довольно имбалансная штука которая позволяет охлаждать ваш корабль без участия теплоотвода но есть некоторые моменты которые хочется проверить протестировать и так далее в общем обо всем подробнее далее а с вас как всегда лайк подписочка колокольчик а с меня контент поехали момент для новичков чтобы себе это поставить нужен инженер который делает пучковые лазеры хотя бы в одну гайку чтоб поставить данный экспериментальный эффект теплоотдачи но не обязательно нужен инженер где написано что он делает пучковые лазеры обращаю ваше внимание вы можете сейчас спуститься 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 и увидеть импульсные лазеры пульсирующие лазеры он тоже может сделать пучковую но открывать его долго спускаемся ниже 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 в адвайлер импульсные лазеры вот у него уже тоже можно делать пучки но только лишь на три гайки там друзья хватит только лишь одной вопросы которые будем разбирать данным видео что у нас будет если у нас один пучок на теплоотдачу чтобы если поставим 2 будет ли это быстрее либо медленнее какая характеристика у лазера влияет на количество тепла которое мы отдаем и так далее это сегодня будем разбирать с тестами конечно методика тестирования будет следующим образом проведена ждем пока корабль охладиться до своей так сказать температуры на холостом ходу после чего врубаем баночку и охлаждаем различными способами чтобы было понятно по скорости охлаждения и так далее спасибо фурису за принятие участия в данном тесте прогреваем корабль с помощью банки и как температура стабилизируется на высокой отметке начнет падать дойдет до сотки начнем охлаждать вроде бы как бы да но чё то как-то медленно это на час работают первые лазеры с таким экспериментальным эффектом продолжаем продолжаем и держимся на двух процентах понятно теперь давайте попробуем с одним точно такая же температура как и было используем банку задрал нос чтобы не было проблем со сведением как-никак единички у анакон находится чуть ли не сзади корабля в общем ждем и начинаем тогда мы дошли до двух процентов а сейчас мы уже начинаем тормозить 31 29 и что-то как-то медленно все это дело двигается 26 24 и как видите они суммируются то есть если я сейчас подрублю резко мы пойдем естественно ниже и думаю с этим вопросом разобрались ну и вот сейчас будут те же самые два процента прекрасно давайте дальше а сейчас друзья будем смотреть на лазер одного и того же размера но с различными экспериментальными эффектами то есть по идее один будет греться больше другой меньше вот к примеру у меня есть четвертые пучки эффективное орудие с теплоотдачей будем сравнивать их и пучковый лазер с бластером малого радиуса действия где тепловая нагрузка естественно будет выше гораздо тепловая нагрузка здесь 4 единицы в секунду здесь h12 то есть три раза больше давайте смотреть в общем вот показываю то что эффективное орудие теплоотдача силовая тоже распределитель тот же все стоит совершенно также но почему-то мы сейчас 42 градуса не уж ты за фонарей ну да ладно точно так же прожимаем и ночь подальше отойдем на всякий случай на соточки начинаем стрелять спадает потихонечку спадает и чё-то вот как-то уже медленно но все равно двигается 26 24 21 ну судя по всему 21 мы остановимся от 19 смотря ну допустим 19 меняем пушку в общем 41 процент бластер малого радиуса действия используем баночку на соточки и и врубаем лазер врубаем должно быть быстрее ну ощутимо быстрее это что у нас получается чем выше тепловыделение нашего лазера пучкового на котором стоит эффект теплоотдачи тем быстрее друзья мы будем охлаждаться при всем при этом это делала суммируется с остальными пучковыми лазерами честно я думал то что суммироваться не будет а она тут вон как интересно давайте смотреть но один момент сразу сейчас вам скажу смотрите в чем прикол у меня лазер и все эффективные орудия иначе просто фит может не вывести за исключением 4 он бластер малого радиуса действия как и остался если это будут дальнобойные пушки охлаждаться все будет гораздо сильнее ну при условии то что вы естественно попадете давайте смотреть и до распредел я тоже поставил в четверочку иначе ну может кончиться очень быстро прогреваем корабль с помощью банки и как видите гораздо быстрее идет охлаждение прям на порядок вроде как разобрались с этим моментом и теперь все встало на свои места и понятно для тех кто не знал как это дело работает при сопоставлении нескольких пушек разных эффектов и от чего собственно ускоряется охлаждение как это использовать в своих фитах ребята это уже решайте сами для себя есть много различных сборок из серии ну та же самая кобра два пучка на теплоотдачу что иметь кинетическое вперед та же самая анаконда все можно сделать кинетическим хоть многостволки но поставить парон теплоотдачу все же надо будет или же еще одна очень хорошая сборка это многоствольные пушки с повышенным уроном с зажигательными боеприпасами которые будут неистово греть ваш корабль и вы сможете с помощью таких пучковых лазеров охладиться что довольно неплохо та же самая плазма нагревает рельсы нагревают да почти все что интересное нагревает ваш корабль те же самые блин банки это позволяет вам не использовать теплоотвод что очень и очень хорошо потому что теплоотвод у нас занимает внешнее оборудование куда можно поставить усилить ли щита но еще не забывайте то что на это дело влияет распределитель и влияет теплоэффективность вашей силовой и не забывайте друзья когда вы будете мазать по цели ваш корабль все равно будет греться нужна цель в которой вы будете этими лазерами попадать мы кстати уже затрагивали момент с этой имбой в плане теплоотдачи но не разбирали подробно как это дело работает теперь наконец-таки я это для вас сделал а у меня на этом все всем спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь на канал жмахайте колокольчик в описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно light dangerous друзья и там больше полутысячи видео очень много контента я вам завез и это еще не все далеко не все даже из того что есть а фронтиру еще собираются водить много чего нового возможно рано или поздно будут корабли боевые трп и так далее говорю о количестве снятох видео чтобы вы понимали количество контента в этой игре и что тут есть чем заняться поверьте и не слушайте тех людей которые говорят чем тут заниматься она пустая и так далее это далеко не правда плюс многие видосы я структурировал что это означает в описании под видео вас ждет двадцать уже два плейлиста обзоры кораблей топа корабли реобзоры материалы данные торгоиды стражи все связанное с их фармом корабельное вооружение ручное вооружение комбинезоны инженеры под новое все это дело как это все инженерится улучшается разбор различных модулей касательно тех же самых топливозаборников щитов и так далее как все это тоже улучшается много полезного видео но все-таки общая информация находится в одном большом плейлисте по элитке плюс будут ссылочки на социальные сети такие как instagram группа vk дискорд сервер и телеграм-канал где публикуются информация выходящих видео непосредственно в день их релиза друзья также телеграме дискорде имеются чат и чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр кооперироваться что поиграть хоть в кайску хоть в дотку не осуждаю сам играю в различные игры как по жанру так и по сеттингу чего вам собственно тоже рекомендую и еще моя эскадрилья получила минорную фракцию что это означает у нас есть свои системы свои станции космопорта и так далее мы расширяемся если хотите принять в этом участие и вступить собственно что-то вроде гильди тут только тут называется это по-другому то вам в дискорд там подробные правила вступления и правила внутри эскадры как минимум шнур и мы не дергаем и пожалуйста пишите какие игры вы хотите видеть на канале какие обзоры какие гайды какие стримы спасибо а на этом давайте прощаться с вами был кисель всем до встречи и пока пока